Здравствуйте, люди добрые! Вы находитесь на канале Голос Правды и с вами я, ведущий Олег Бурылов. В России начинается самая настоящая охота на несистемную оппозицию. Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный сейчас находится в коме. Вольфганг Кригер, специалист Германии по спецслужбам и профессор Марбургского университета, заявил в своем интервью журналу «Штерн», что он считает, за отравлением Алексея Навального стоит лично Владимир Путин. Вольфганг Кригер уверен, что Алексея Навального именно отравили и приказ об этом отдал именно лично Владимир Путин. Потому что Вольфганг Кригер не представляет, чтобы спецслужбы в России действовали без его личного Владимира Путина приказа. Подробнее об этом вы можете узнать, посмотрев вот это видео. Я уже записывал. Посмотрите. Оппозиционный политик Илья Яшин, одновременно депутат Мосгордумы, заявил, что в своем интервью он считает, что Алексея Навального хотели именно убить. То есть, есть большие основания предполагать, что Алексея Навального отравили в аэропорту. То есть, он хотел улететь из Томска в Москву. Но, благодаря умелым действиям пилота самолета, в котором находился Алексей Навальный, который вовремя успел посадить, совершить экстренную посадку в Томске, и благодаря умелым действиям бригады скорой помощи, обычных врачей, которые поставили ему вовремя антидот атропин. Именно благодаря вот этим действиям Алексей Навальный до сих пор жив. Так считает Илья Яшин. Вы знаете, друзья, я соглашусь с сомнением Вольфганга Кригера и Ильи Яшина. Полностью согласен. Алексея Навального хотели отравить и, похоже, его хотели убить. Это мое личное мнение. Недавно было совершено уже второе нападение на Егора Жукова, оппозиционного блогера, работающего на радио «Эхо Москвы». Егор Жуков общался с многими известными людьми России. То есть это Владимир Жириновский, Владимир Милонов, Владимир Познер. Понимаете? И в своих интервью он просто высмеивал вот этих людей. Потому что на самом деле они, конечно, не являются оппозицией. И мое личное мнение, я считаю, что они под контрольной власти. И я считаю, что именно вот за это высмеивание Егора Жукова недавно избили. Подробнее вы также можете посмотреть это видео об избиении Егора Жукова и мои мысли по этому поводу. Также его недавно исключили из аспирантуры высшей школы экономики. То есть он поступил в высшую школу экономики на аспирантуру. А через полтора часа ему заявили, что это направление закрылось. Извините, Егор. Вот так вот. Недавно было совершено нападение на Любовь Соболь. Вот что заявила по этому поводу Любовь Соболь. Уверена, что нападение на меня организовано Евгением Пригожиным, поваром Путина. Его почерк, его фекальный стиль. Его человек снимал меня на камеру во время нападения. А покрывает и крышует этот беспредел в Москве лично мэр Москвы, заявила Любовь Соболь. Я обязательно буду обращаться в правоохранительные органы, но уверена, что так же, как и в случае с нападением на моих сборщиков подписей, организаторов нападения полиция не найдет в кавычках. Потому что это похорошевшая в Москвасе Собянина. В ней нападать на людей среди бела дня можно. Сказала с иронией и грустью Любовь Соболь. Друзья, я вот почему-то тоже уверен, что нападавших на Егора Жукова в Москве не найдут. Хотя во всех подъездах Москвы стоят камеры. Везде. Мне почему-то кажется, что записи с этих камер будут недоступны. Возможно, там ремонт проводился, профилактика какая-то. Мне почему-то так кажется. Недавно на юриста ФБК, фонда борьбы с коррупцией, Георгия Албурова, не знаю, как правильно ставится удаление, извините, если что, буду ставить Албуров. Мне почему-то кажется так. Так, вернее, за Георгием Албуровым гнались преследователи. Вы понимаете, это целая погоня. То есть, он поснимал какую-то дачу или дворец очередной с помощью дрона, который есть у штаба Навального. Кстати, этот дрон передается из штаба в штаб во многие города. Вот сейчас этот дрон изъят. Как это случилось? Ну, ссылочку выложу в описании ролика. Вот на эту погоню посмотрите. Довольно-таки занятное видео. Сделайте выводы сами, как говорится. Георгий Албуров уезжал на своем автомобиле. За ним погнались на квадроциклах. Двое неизвестных. Затем они спровоцировали ДТП. Георгий Албуров вызвал полицию. И эта полиция, обратите внимание, не нашла ничего более здравомыслящего, чем отобрать у него всю технику. Понимаете, друзья? Вот все это вместе, резюмируя, может сделать вывод, что действительно в России ведется охота на несистемную оппозицию. И делается это именно перед выборами. Потому что наша власть очень боится несистемной оппозиции. Почему власть не боится системной оппозиции? Я считаю, что вся системная оппозиция находится под контролем власти. Я общался с коммунистами, с представителями партии ЛДПР, других различных партий и течений. Знаете, у меня сложилось такое впечатление, что именно руководство вот этих партий под контрольно власти. Остальные люди, они действительно хотят бороться с этой властью. Хотят изменений, перемен. Но вот это вот их руководство ничего не дает им сделать. В частности, мне известно, что Геннадия Зюганова, лидера Коммунистической партии Российской Федерации, уже неоднократно хотели сместить с этого поста, вообще даже выгнать из партии. Но, когда начинается только разговор о том, что Геннадия Зюганова надо сместить с должности, тут же этих людей самих исключают из партии. Я думаю, что такое происходит и в других партиях системной оппозиции. Также, друзья, вот обратите внимание, сейчас заведено уголовное дело, даже несколько уголовных дел на губернатора, ну сейчас уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Ивановича Фургала. Друзья, власть просто панически боится настоящих оппозиционеров. Именно вот по этим нападениям, обвинениям в уголовных преступлениях, обливанием грязью, в драках, изымании техники, мы можем понять, кто действительно является оппозицией, а кто пляшет под дудочку Владимира Путина. Друзья, пишите ваши комментарии. Я бы хотел попросить вас написать несколько комментариев. Чем больше комментариев вы напишите, тем сильнее можете помочь каналу. Вы можете помочь каналу, также подписавшись на него, поставив лайк под этим видео и под всеми видео, которые вам понравятся. Канал глушит. Я не получаю никакой прибыли от своей деятельности. Я работаю, что называется, за совесть. До свидания. С вами был Олег Бурылов. Ваш голос правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова